Я приветствую тех, кто в эти минуты присоединился к многомиллионной аудитории телеканала Царьград. Меня зовут Юрий Пронько. Продолжим анализ наиболее важных и острых тем в области экономики, финансов и политики. Вместе со мной здесь в студии прямого эфира перворусского известного российского экономиста Владислава Жуковского. И вот, собственно, о той теме, на которую вы меня подталкивали в течение первой части программы. Да. Продолжающаяся стагнация отечественной экономики привела к тому, что треть регионов страны находится в преддефолтном, а по сути, дефолтном состоянии. Уровень долговой нагрузки в них превысил критический порог. У семи российских регионов суммарный долг превысил годовые доходы бюджета. У 16 регионов он близок к этой отметке. У 31-го превышает 50-процентный порог. При этом у трех регионов ежегодная сумма платежей по долгу, включая оплату процентов и погашения, съедает больше половины всех поступлений в региональную казну. У 28-ми субъектов обслуживание долгов отнимает от 20 до 50% доходов. По данным Минфина, в начале текущего года долг российских регионов составлял 2 триллиона 319 миллиардов рублей. К началу 2018-го он составит уже как минимум 2 триллиона 535 миллиардов рублей. За минувшие два года долг российских регионов вырос на 13%. Деньги поступали в основном из федерального бюджета в виде кредитов под льготную процентную ставку – 0,1% годовых. Но в 2018 году механизм, в рамках которого субъекты получили подпитку на 1 триллион 200 миллиардов рублей, будет секвестирован полностью. Это станет серьезным ударом по местным бюджетам. Им придется вновь переходить на коммерческие займы в коммерческих банках. Фактически правительство играет в пользу так называемой «пятибанкирщины». Госбанки согласны кредитовать регионы под ставку на 1% пункт выше ключевой, то есть под 9,25 годовых. Соответствующая договоренность с госбанками достигнута, сообщал глава Минфина Антон Силуанов. С учетом текущей ставки ЦБ, кредиты для региональных властей подорожают в 92 раза. В 36 регионах России уже сейчас расходы превышают доходы. Самые большие проблемы зафиксированы в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Магаданской области, Хакасии и Якутии. При этом в 65 регионах из 85 продолжается падение реальных доходов населения, а значит сокращаются поступления в местные бюджеты за счет налога на доходы физических лиц. Налога, который является ключевым для наполнения региональных бюджетов. В период кризиса и рецессии в России сформировался целый кластер проблемных регионов, большинство из которых продолжают наращивать долг. Причем не за счет дешевых бюджетных денежных средств, а привлекая дорогие коммерческие кредиты. Единственный выход из этой ситуации – продлить поддержку регионов за счет федерального бюджета. Владислав, вот вы мне скажите, пожалуйста, это такая усердная работа Минфина на пополнение кармана, я не знаю, там, Грефа, Костина, Газпромбанка, Россельхозбанка. Вот это пятибанкирщины, это вообще что происходит? Вот так откровенно, в этом году вы получаете бюджетные кредиты под 0,1% годовых. Я просто объясняю нашим телезрителям, да? То есть даже на этом зарабатывать, ну ладно, 0,1%. Со следующего, 2018 года, Силуанов говорит, все, бюджетных кредитов не будет. Только коммерческие кредиты коммерческих банков. И с упоением докладывает, мы договорились с госбанками, они готовы вас финансировать под 9,25% годов. Рост 92% – это что? Ну, возникает ощущение, что идет некая подрывная, разрушительная деятельность по, скажем, не просто раскачиванию лодки, а по разрыву единого социально-экономического территориального пространства страны. То есть правоохранительным органам имело бы смысл вообще заинтересоваться деятельностью Министерства финансов в их региональной политике. И государственных банков. И государственных банков, в самом случае, я так понимаю, что мы возвращаемся в эпоху 95-98 годов, когда все закончилось, по-моему, дефолтом по большому счету, да, и шестикратным падением курса, там, пятикратным падением курса рубля к доллару. Что по большому счету, сегодня действительно мы на 2-3 года, вроде как делаем вид, что все неплохо, все хорошо, и мы показываем низкий дефицит бюджета, мы сокращаем размер бюджетных кредитов, там, цена вопроса примерно 250-300 миллиардов рублей, хотя на самом деле это копейки, не такие деньги. Вот. Регион вызывает еще больше в долги, рефинансирует старые долги, более дешевые, более дорогими от банков. Банки получают замечательного заемщика, который волей-неволей будет просто обязан, подумать, что это выплачивает им доход в 9,25% годовых. Скажу честно, государство российское гарантирует этим банкам возвратность этих денег. То есть, такого даже по госгарантиям у нас бизнесмены занимают под 7% в годы выходить из целых регионов. Под через 25%. Да, да. А через 2-3 года получим ситуацию просто верных дефолтов на региональном уровне. Когда уже сегодня, по большому счету, вот 7 регионов, в которых долги превышают годовой размер поступлений в региональный бюджет, еще там у 15, чуть-чуть меньше, около того, это вообще уже банкрот. То есть, эти регионы, они уже, к сожалению, не жильцы. И еще около 30, у которых свыше половины бюджетных доходов, ну, собственно говоря, по большому счету, их долг превышает половину бюджетных доходов. Уже, кстати, Карелия и Хакасия официально обратились в Минфин, что они не в состоянии выполнять государственные функции. Не финансовая катастрофа, это только 2 региона, которые рискнули и паскали зубки. Остальные же просто боятся. Таких регионов, на самом деле, там не один десяток, их много. У нас более-менее нормально сегодня живут, может быть, десяток субъектов федерации. Ну, плюс-минус небольшим. Остальные, как могут, уже затянуть в пояса, уже затянули все последние дырки на ремне, стянули себе уже позвонки, уже там ни желудка, ничего не осталось, никаких внутренних органов. И просто-напросто у них 90% бюджетных расходов уходит просто на покушать. На то, что выплатить заработные платы врачам, учителям, выплатить пенсионерам. И на обслуживание долгов. Обслуживание долгов, конечно. Если у вас долгов уже сегодня, прошу прощения, там цифра была практически... То есть 2,5 рублей, это суммарно сейчас примерно размер региональных долгов, плюс муниципальные долги вместе взяты. И надо понимать, что когда внутренняя база доходная усыхает, когда доходы населения падают сегодня в 62 субъектах федерации, роничный товароборот по-прежнему падает в порядка 42 субъектов российской федерации. Потому что падают реально расплодаемые. О чем правильно говорил Борис Цветов, что просто нету спроса, нету денег, люди не на что купить. У нас сегодня структура потребления домашних хозяйств такова, что до 75-80% доходов у половины россиян уходит на покушать, оплата коммунальных услуг и проезд на транспорте. Все. Не может быть никакой инновационной экономики, не может быть занять сырьевой иглы, когда у людей нет денег на более технологичные товары. И тут вылезает, как тот самый персонаж из табакерки, министр финансов России Антон Силан. Говорит, нет, социальные расходы, вы избалованы ими, их надо сократить и секвестировать. И это при том, что они и без того расходы федерального бюджета на образование, на медицину сегодня, плюс на культуру, вот суммарно человеческий капитал на федеральном уровне, подчеркиваю, не энергия, на федеральном, стоят триллион 150 миллиардов рублей. То есть вы считаете, через 2-3 года может быть массовый дефолт со стороны региональных? Это будет, это, к сожалению, уже сейчас процесс не останавливается. Просто мы, вопрос сроков, будет ли это через 1,5-2 года, будет ли это через 3 года, будет ли это на новой волне падения цен на нефть, либо это произойдет чуть позже. Но то, что мы действительно загнали практически половину страны в состояние социально-экономического хаоса, кризиса и безнадеги, когда все местные власти пытаются только лишь, не думают о развитии, не думают об образовании насилия, не думают о рабочих местах, не думают о том, как создавать новые точки роста. Они просто банально боятся, что все будет развиваться в 90-е годы, чтобы не начался аппарат суверенитетов региональных. Вот в этой ситуации, говорить о каком-то там пресловутой мифической макроэкономической стабилизации, можно как на кладбище. У нас, прошу прощения, у нас в Москве ВВП на душу населения, я сейчас могу ошибиться в цифрах, но если в целом по стране по обменному курсу по текущему порядка, где-то получается цифра около 11 тысяч долларов, в Москве это выше 25-27 тысяч долларов, так у нас в треть субъекта федерации живет примерно при ВВП на душу населения ниже 4 тысяч долларов. Это уровень стран Африки ниже Сахары, южнее Сахары, то есть как бы на уровне Зимбавы, Бенина и других замечательных, кавычек, государств, индустриализированных. Надо понимать, что вот это как раз-таки та зона экономической Припяти. И об этом они стараются не говорить. Как только вот Борис Титов выступил сразу, что, ребят, поймите, у нас не может быть бизнеса, у нас почему такая бешеная утечка моф, капитала с региона. Так сладо сразу сбежал. Просто вышел, так сказать, поторопиться на завещание, потому что, а что здесь ответить? Все же прекрасно понимают, что не может быть ни инвестиций, ни производства, ни модернизации, ни планов по обновлению экономики страны, когда у вас в регионах на самом деле ощущается вот эта вот застойная депрессуха. Вы знаете, вот есть еще один, теперь уже внешний периметр, который вызывает серьезное беспокойство. Наш телеканал, телеканал «Царьград» не единожды предупреждал, что Вашингтон готовит очередной пакет антироссийских санкций, который со всей силы ударит по двум ключевым позициям отечественного финансового рынка – госдолгу и стабильности национальной валюты. Самый вероятный сценарий – запрет на инвестиции в российские госбумаги. Такой запрет не только ограничит возможности нашего Минфина брать в долг, но и спровоцирует резкий отток горячих денег глобальных спекулянтов с отечественного финансового рынка. Это, в свою очередь, приведет к обрушению российского рубля. Вероятная дата введения нового пакета антироссийских санкций – март 2018 года. Именно к этому сроку американский Минфин должен окончательно проработать вопрос по запрету инвестирования иностранного капитала в российские долговые бумаги. Несмотря на заверения чиновников, удар может быть весьма сокрушительным для отечественной финансовой системы. Нельзя исключать, что те санкции, которые Конгресс объявил в августе и срок применения которых истекает в феврале, сейчас уже видно давление Конгресса, который идет на администрацию. Трамп не очень хочет со своей администрацией, видимо, вводить дополнительные санкции в отношении России в целом. Понимая, насколько серьезный ущерб это несет российско-американский и вообще глобальной мировой политике. Но Конгресс его будет поддавливать, тем более, что закон принят, закон очень плохой, очень широкий, очень рыхлый. Фактически его применение может иметь любые последствия. И в этом плане он, конечно, большое зло. И это нельзя не учитывать при оценке перспектив развития нашего банковского сектора. Уже сейчас глобальные спекулянты контролируют более 30% рынка облигаций федерального займа. По отдельным бумагам этот уровень составляет 70%. Нерезиденты охотно вкладывались в российский госдолг. Доходность составляет 8-9% годовых. При устойчивом курсе рубля это беспрецедентный подарок, который спекулянтам преподнесло федеральное правительство и наш Центробанк. Есть надежда, что новые антироссийские санкции Вашингтона, если они будут приняты, коснутся исключительно новых выпусков ОФЗ, а на предыдущие не будут распространены. Возможно, глобальным спекулянтам запретят вложение в российский государственный долг, но оставят лазейку в виде корпоративных облигаций. Сейчас сложно понять, каким будет окончательное решение Вашингтона. Ясно одно. За океаном готовят очередной удар по российской финансовой системе. Удивительно другое. Правительство России и Центральный банк на протяжении последних двух лет своей политикой открытых форточек и дверей фактически провоцировали предстоящий обвал рынка госдолга и российского рубля. Именно Кабмина и Центробанк создали тепличные условия для иностранных спекулянтов. Владислав, я вам и за эфиром, и сейчас в эфире скажу. Я считаю, глубоко убежден, глобальные финансовые спекулянты обязаны отлить памятник из золота на Биулина и Силуанову и поставить на Неглины или на Краснопреснице. Из золота, с платиной, инклюзивными бриллиантами. Вот эти два персонажа создали вообще беспрецедентные, уникальные условия. Не мне вам рассказывать, вы знаете, нигде таких условий для глобальных спекулянтов нет. Очень коротко прокомментирую. Значит, смотрите, первое. Я думаю, не случайно вирусу Хипзадона на Биулина уже тут не первый раз признавали зарубежные, значит, бизнесовые банковские издания, извоз, значит, там, из Америки, из Великобритании лучший министр финансов планеты, всея Земли, потому что экономика 3,5 года в застой в рецессии находится, доходы сегодня падают 3-6 месяцев подряд. Во-вторых, значит, у нас признавали уже, значит, Силуанов, его макрофинансовая политика, довольный, международовольный фонд, Всемирный банк, все, так называемые, прислывают наши стратегические конкуренты, с кем мы вроде бы в состоянии холодной войны. То есть, у вас квали-то за рубежа от Центробанка Минфин, наверное, проводят свою финансовую экономическую политику в интересах не россиян, а кого-то за рубежом своих хозяев там. Ну и самое замечательное, Минфин уже открыто говорит, что есть риск заморозки российских золотовалютных резервов, которые превышают 425 миллиардов долларов. Там деньги и пенсионеров, и бюджетников, врачей, учителей, если их заморозят, прошу прощения, это будет дефолт 1998 года. С вопросом с обрушением рубля, с отсутствием денег на какие бы то ни было социальные программы в бюджете, с верным повышением сборов налогов и поборов с населения. И они говорят, что в принципе, да, они 3 года при этом молчают, хотя мы предупреждали и в этой студии, и писали наверх через Госдуму, в администрацию президента, что риск есть не хранить деньги у... Тот же Дитов об этом не администратор говорил. Конечно, ливийский сценарий, сирийский сценарий, иранский, иракский сценарий вполне можно повторять с Россией. То есть мы, с одной стороны, деньги все вывели туда, стратегические резервы их могут заморозить через американские корреспондентские счета в американских банках, это легко делается. Ну, а во-вторых, мы еще сюда, в Россию загнали под высокие процентные ставки, под завышенный курс рубля, горячий спекулятивный капитал, который сегодня 32% всего Госдолга контролирует, на самом деле, а по многим выпускам с более далеким сроком погашения, так называемые длинные инвестиционные деньги, до 70%, если дюрация, 10-15 лет. То есть, прошу прощения, здесь надо бы вообще, по большому счету, расследовать деятельность уже правоохранительным органам, прокуратуре. И золото с как-то окормлением платиной на Неглинную и на Краснопридж. С точки зрения сохранения колониальной ресурсно-сырьевой офшорно-олигархической зависимости России от зарубежа, я думаю, это потрясающие агенты влияния, это наша с вами точка зрения, с того как вы говорили. Я думаю, что вот лучше, чем они блокировать экономический рост, выход из кризиса и заморозить навсегда в России технологическое вставание, они справились просто на ура. То есть, в принципе, вот так успешно профукать, проспать всю эпоху точных нулевых, когда мы заработали 3,5 триллиона долларов только на экспорте нефти, газа, нефтепродуктов и при этом умудрились. Это надо уметь. Это надо уметь. Спасибо. За это отдавать нововескую премию и отливать в граните, как говорил кто-то у нас. Здесь и сейчас со мной в студии прямого эфира Первого Русского Владислава Жуковского. Хорошо, что мы еще шутим, улыбаемся. Хотя на самом деле ситуация крайне серьезная и эти персонажи уже так медленно, но верно, достигая своих таргетов, целеполагания, приводят к фактическому разрушению отечественной экономики. На сегодня это все, господа, по будням. В это время мы анализируем наиболее важные и острые темы в области экономики, финансов и политики. Меня зовут Юрий Прайенко. Удачи вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова